добрый вечер дорогие наши друзья партнеры гости сегодня все хорошо хорошо технические настройки и так добрый вечер добрый вечер кто подключился на мирополис напрямую кто смотрит на ю тубе трансляцию я видела там много людей подключились что у нас со светом итак мы будем продолжать цикл дубликаций они наверное интересны больше новичкам новым людям я так и в приглашении писала что дубликации для новичков для тех кто начинает строить команды для тех кто начинает работать кого заинтересовал проект и он не просто хочет быть инвестором а хочет еще внутри огромного проекта струнного транспорта с помощью нашего фонда skywood community построить свой бизнес да наши наши вебинары так и называются простые шаги приводящие к успеху либо первые шаги в свой собственный бизнес и те кто много раз смотрят я тоже приветствую мне тоже приятно что есть люди которые приходят не первый раз потому что для некоторых людей действительно каждый раз даже если ты слушаешь одну и ту же тему ты ее можешь услышать по-другому может быть где-то сосредотачиваешься на одном что-то другое пропускаешь да либо же все равно когда когда мы разговариваем об одном и том же например мы часто подходим приводим разные примеры подходим с разных сторон к этой теме поэтому мне приятно что есть люди которые посещают мои вебинары не первый раз итак мы сегодня продолжаем наш цикл состоит из восьми тем и сейчас на вебинарах мы рассматриваем по две темы и мы уже рассмотрели цели и контакты мы рассмотрели тайм-менеджмент телефонный этикет мы уже проговорили и сегодня мы пришли к пятой шестой теме это основной побуждающий фактор и как делать презентации с учетом психотипов людей для чего нам это нужно и как нам это помогает итак начинаем всех людей можно разделить на четыре психотипа это люди командиры люди звезды люди гуманисты и люди аналитики их даже в некоторых диаграммах на некоторых графиках вы может сможете увидеть что их даже делят по цвету потому что это такая общая признанная классификация людей скажем так так то такие командиры командиры для них важна цель то есть они знают что такое цель их очень интересует процесс выполнения цели как мы идем к этой цели он у них распланированный он у них четкий достаточно командиры ведут достаточно четкий контроль и над выполнением и над конечным результатом для этих людей очень цены высокие стандарты для них важно чтобы это было выгодно чтобы это было прибыльно тогда они берутся за это дело это люди которые знают чего они хотят они очень быстро схватывают информацию они очень быстро принимают решение с ними на самом деле очень легко говорить потому что если командира вы заинтересовали а заинтересовать его можно такого человека можно заинтересовать буквально за 10-15 минут вот если вы его заинтересовали то этот человек может даже не слушать всю презентацию до конца он может начинать задавать вопросы если вас человек перебивает и начинает задавать вопросы и вы понимаете что это вопросы не такие чтобы знаете как из-под тяжка там какие-то ну люди бывают вредничают а вы понимаете что вопросы функциональные вопросы по делу то не надо обижаться что он не выслушивает все то что вы допустим планировали ему рассказать потому что он уже понял о чем речь и он для себя уже начинает принимать решение то есть для того чтобы принять решение он задает еще какие-то вопросы и он понимает так либо да либо нет поэтому с командирами достаточно легко в этом плане особенно если вы его заинтересовали точно так же если вы его заинтересовали он вам об этом прямо скажет у них еще есть такая они очень жестикулируют могут жестикулировать они достаточно эмоциональные люди да и они у них такие оживленные эмоции и очень такие указательные знаки жесты то есть они так как они любят точность то они точно так же и покажут вам то есть вот это нужно вот сюда переставить а вот это нужно вот так вот сделать да то есть они очень жестикулируют и у них такие указательные жесты так можно сказать звезды это эмоциональные открытые добрые позитивные люди то есть понимаете как артист на сцене дарит добро дарит позитив людям своим слушателям да вот так точно так же и звезда Везде очень важно, чтобы цены для нее атрибуты, статуса и успеха. Он хочет быть в центре внимания. Он человек-праздник. Он любит сам делать праздник. Он может делать праздник, но и он любит, чтобы для него делали праздник. Это достаточно позитивные и общительные люди. Они легкие в общении, но они не выносят критики, они обидчивые. То есть если даже он в чем-то неправ, то нужно всегда в ситуации понимать, нужно ли ему сказать, что он неправ. То есть обязательно ли мы должны ему сейчас сказать, что он неправ. Либо это вообще, не знаю, как-то пропустить это, двинуть и все, чтобы не обидеть. Потому что если мы решили, что мы все-таки скажем ему о его неправоте, тогда нам надо будет продумать, какими словами это сказать, для того, чтобы этого человека не обидеть. Но на самом деле эти люди достаточно приятные в общении. Им, наверное, может быть не так уж и легко угодить, но им можно угодить. И им нравится, когда им оказывают внимание. Гуманисты – это люди, для которых на первом месте стоит забота об окружающих. Они такие человечные, сопереживания, они ориентированы на отношения. Им очень важно, что о них подумают другие люди, как они выглядят в глазах других людей, как выглядят в глазах других людей их поступки, которые они совершают. То есть если они делают добро, то им, конечно, хочется видеть благодарность в наших глазах. Если они какую-то серьезную вещь делают, то для них очень важно признание, чтобы мы сказали, да, вот ты молодец, что ты такое важное дело делаешь. Для гуманистов, кстати, наш проект подходит очень в том плане, что они как раз-таки очень любят, и это дело их всей жизни – сделать что-то хорошее. Хорошее для людей, хорошее для природы, хорошее для экологии, для животного мира. Для всего, что их окружает. То есть у них забота и сопереживание вот об окружающем мире. Поэтому когда мы им говорим, что участвуй в этом проекте, ты будешь участвовать в спасении природы, спасении человечества, спасении животных, то для гуманистов это очень важно. Им действительно важно принимать участие в таком проекте. Поэтому для нас главное понять, кто перед нами, и вот сейчас мы дальше будем говорить, на что мы делаем акценты конкретно, когда мы презентуем наш проект тому или иному виду человека с психотипом, так скажем. Аналитики, их еще называют дипломатами, это люди, такие, знаете, счетоводы-бухгалтера по жизни. Для них очень важны цифры, для них очень важны факты, для них очень важны мелкие-мелкие детальки. Они могут в них долго копаться, будут сопоставлять их, анализировать. Они любят выводы делать сами на основе тех фактов, которые мы даем им. То есть наше мнение они как дипломаты выслушают, но принимать решение они будут сами. Даже если оно совпадает с нашим, и он это понимает, он все равно возьмет время еще раз все обдумать, еще раз все проанализировать. Потому что это люди, которые достаточно глубоко ныряют в детали, и они тогда видят риски. И вот они анализируют всю ситуацию для того, чтобы понимать, насколько и как можно минимизировать эти риски. Они действительно должны, ну так же, как и, допустим, командиры, они должны понять, что это выгодно. Потому что принимают решение они именно только тогда, когда они поймут, что это выгодно. Да, они потеряют на анализ какое-то время, но они готовы это делать. Но для них будет очень важно, что на основе проделанной работы, на основе анализа, на основе фактов, они сами сделали, ну, на их взгляд, правильное, приняли правильное решение. Поэтому с дипломатами будем, так скажем, лояльны и терпеливы. Ну, еще раз, при первом контакте вот с этими людьми, если мы уже понимаем, что у нас есть перед нами командир, тогда мы говорим четко, коротко и конкретно. То есть мы уже знаем, что этот человек любит, поэтому ничего не придумываем, ничего не размазываем, ничего не приукрашаем. Мы говорим четко и конкретно, потому что он точно так же сам говорит, он точно так же воспринимает информацию, потому что у этого человека склад психики, склад ума именно такой. Когда мы со звездой говорим, конечно же, в первую очередь улыбка, в первую очередь хорошее настроение, не грузим его, а на эмоциях. То есть этот человек эмоциональный. И для того, чтобы он с нами вошел в контакт, он должен получить такую же эмоцию в ответ. Либо же наоборот, он должен получить такую же эмоцию в приветствии, как он любит, да, и он тогда нам эмоционально будет открикаться. То есть, ну вот они такие люди, с ними нужно сначала привет, прекрасно выглядишь, как я рад тебя видеть, да, все. Но это для звезды важно. Поэтому не жадничаем на комплименты, не надо там что-то придумать и вот эту искусственную что-то, искусственную улыбку делать, да, просто быть искренним с этим человеком. И сами понимаете, да, вот когда мы настраиваемся на разговор, на беседу, на встречу с человеком, мы уже говорили, как и в телефонных звонках, вообще в навыках коммуникации, то что мы в любом случае всегда идем с хорошим настроением. Если у нас настроения нет, мы просто все отменяем, да, отменяем, меняем, но главное не начинаем дело, не начинаем встречу, не начинаем разговор с плохим настроением. Поэтому вот для звезды это обязательное условие. Если командиром мы можем сказать, так, слушай, у меня к тебе времени, у меня мало, так же, как и у тебя, я понимаю, что ты деловой человек, поэтому я сразу к делу, потому что мое дело очень интересное, на мой взгляд, я думаю, тебя это заинтересует, поэтому давай, сейчас, быстренько, коротко, раз, раз, раз. То есть мы с командиром можем и так разговаривать, да, со звездой так не получится. Вот. Гуманист, ну что при первом контакте? Конечно же, мы показываем компетентность, проявляем искренний интерес, чем ты занимаешься сейчас, как твои дела, да, то есть обязательно поинтересоваться, чем он живет, дышит на сегодняшний момент, да, потому что для него важна эта поддержка, наша поддержка, наша моральная поддержка. Так как он обо всех заботится, так же и мы начнем разговор с ним с того, что мы, ну, проявим заботу о нем. Ну, как ты добрался, не хочешь ли ты пить, а может быть, выпьем по чашечке кофе для начала, да, то есть мы тоже проявляем заботу. Человеку нужна взаимность. И точно так же, как и мы рассчитываем на взаимность, точно так же и им нужна взаимность. То есть вот какая у них идет трансляция в мир и людям, точно так же они хотят, чтобы и относились к ним. Поэтому никогда об этом не забываем. Ну и с дипломатом, конечно, мы должны быть экспертами в своем деле, во всяком случае о той теме, о которой мы будем говорить, запастись как можно большими мелкими деталями, дознаниями об этих деталях, потому что всегда могут поступить такие вопросы. Ну и, естественно, искренность, искренний интерес абсолютно всегда и во всем. То есть это вообще относится к любому психотипу, это относится вообще к человеческим взаимоотношениям. То есть давайте будем естественными и будем искренними. Чего не надо делать при первом контакте? Командирам нельзя манипулировать, командиру нельзя показывать свою некомпетентность и нельзя быть нечестным. Это то, что я говорила, ничего не приукрашаем, ничего, как говорится, не заматываем нашу маленькую невкусную конфетку в какой-то яркий фантик. Если у нас малая информация, мы говорим, да, на сегодняшний день вот такая информация. Если командир хочет что-то, какую-то дополнительную, мы говорим, к следующей встрече я тебе предоставлю все, что тебя интересует, потому что каждого человека интересуют разные вещи, разные детали. Или там признать командиру, что я вот в этой области некомпетентен, потому что меня это не интересовало, потому что я пошел там на то-то, 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 потому что я работаю с полным доверием, допустим, к нашему генеральному конструктору, и я никогда не вникал, а как же вот эти системы безопасности работают. Да, я знаю, что они работают. Я знаю, что Анатолий Эдуардович дает 100 лет гарантию как на путевую структуру, так там на какие-то там механизмы. Да, то есть я не вникаю в это, я об этом честно говорю, я верю этому человеку. Но если тебя это интересует, я обязательно тебе эту информацию достану и все тебе расскажу, либо пришлю, да. Со звездой мы не можем быть неискренними, мы не можем его критиковать, спорить, что-нибудь ему доказывать сразу же при первой встрече, да. Не нужно, всегда нужно узнавать немножко человека, да. Мы просто узнаем. Вообще первые встречи, они такие должны быть очень мягкие, лояльные. Человек узнает нас, мы узнаем его, да. И потом дальше выстраиваем уже свой контакт, свое взаимодействие. Гуманисту нельзя, допустим, очень быстро все тараторить, не слушать его, торопить его с решением, потому что он обязательно должен, вот может быть дипломат дольше в мелочах копается, но гуманист должен осознать и понять, да, этот проект несет добро тому, тому, тому. Да, я действительно в этом убедился, да. Да, мне нужно немножечко еще времени, чтобы еще больше о нем узнать. Но гуманисту нужно давать время, нужно, да. И всегда нужно его выслушивать. У него будет мнение, у него будут вопросы. Ну вот, потому что он и в разговоре с другим человеком, вот он заботливо может вам тоже что-то рассказывать. Он будет думать, что вам это интересно, если только-только вы зацепили какую-то тему, и он захочет вам вот что-то рассказать, да. Ну, будьте готовы к тому, что да, человеку нужно будет выслушать. Ну, надо, потому что иначе он не будет вас слушать. Вот. Но с дипломатом нельзя ни в коем случае преувеличивать выгоду. Это самое главное, потому что он сам до всего докопается. Он сам проверит каждое ваше слово, что касается рисков и что касается выгоды. Да, поэтому здесь сто процентов говорим все как есть. Ну, и не вступаем с ним в спор, потому что если у него уже появилось какое-то мнение, и он вам говорит его как абсолютно точный факт, то поверьте мне, он до него уже докопался, и он действительно вам предоставит эти доказательства, что вы неправы. Поэтому лучше не ставить себя в такую ситуацию. Не надо с ним спорить. Особенно если вы понимаете, что вы сомневаетесь даже в своей правоте. Да, потому что это не тот человек, с которым можно спорить, просто ему доказать, и он не проверит. Он проверит, много раз проверит. Вот. Поэтому для того, чтобы всегда оставаться компетентным, так сказать, профессионалом, мы тогда немножечко как бы придерживаемся вот этих вот правил и принципов. Итак, сейчас мы переходим к тому, на что мы делаем акценты, когда мы проводим презентацию проекта. Так как командиры ценят качество, комфорт, функциональность, опять-таки финансовую мотивацию, да, чтобы это было выгодно и прибыльно, для них, в принципе, важны высокие стандарты, для них есть, они своего рода карьеристы, вот. То, когда мы делаем презентацию, мы говорим, первое, о статусах и карьерных возможностях. То есть кроме того, что мы говорим, что это за проект, что он несет миру, как мы в нем участвуем, какие наши выгоды, да, кроме всего этого, мы обязательно командиру говорим, что у нас есть статус, у нас есть карьерные возможности, что мы можем быть, как руководители своей собственной структуры, следовательно, с каким-то повышением процента бонусов, да, мы знаем, как у нас по маркетингу повышается процент бонусов. Также мы можем ему сказать, что у нас открыты возможности быть и региональным спикером, и региональным куратором, да, и у нас есть вакансии, и они постоянно меняются, может быть, люди уходят, приходят в самой компании, с кого-то комьюнити, где можно даже получить какую-то должность, уже именно в самой компании. То есть командиры должны это знать, когда вы им рассказываете о проекте, когда вы их приглашаете в свою команду, они все это должны знать. Также мы им рассказываем о этапах строительства. Им нужно обязательно это говорить и рассказывать, что на каждом этапе у нас была определенная цель, то есть собрать нужную сумму, выполнить определенные запланированные работы. И мы достигали на каждом этапе этой цели, потому что для командира важны постановка цели, результат очень важный. И мы показываем, что наша компания именно такая. У нас есть одна большая цель, которую мы разбиваем на этапы, на подцели, да, когда мы говорили, как мы ставим эти цели свои и своей командой. И мы выполняем их, да, что компания очень организована, очень правильно. Также доказательства, ему важны факты, факты, да, вот доказательства испытательной нашей площадки. Рассказываем, какие там работы проделаны, сколько всего проделано, где они находятся, да, то, что можно вот проверить и пощупать. Для командира это важно, для командира. Звезды. Ну, звездам важна новизна какая-то, да, для них это, ну, этот проект им нравится, потому что это что-то новенькое, чего нет у других, вот, что это не такое, как у всех. Потом наличие специальных условий, бонусы, скидки, да, мы об этом тоже говорим, что у нас есть конкурсы всякие, то есть, да, кроме того, что у нас есть по маркетинговые бонусы, да, у нас есть различные конкурсы, у нас есть различные подарки. То есть, если мы говорим командиру, что за статус вы получаете должность, да, то есть вы получите процент в зарплату, то звезде нужно обязательно еще сказать, что вы получите значок, вы получите подарок, за высший статус вы получите денежный приз. То есть, командиру важен статус, именно статус, ну, физический статус, да, не только по нашему маркетингу, да, название, а ему важен сам физический статус и благо, которое он дает, добавляет, да, то звезде важно еще вот этот статус с подарочками, чтобы можно было поблистать, вот его вызвали на сцену, вот его поздравили, вот ему значок одели, вот ему подарок вручили, да, и он будет тоже стараться повышать свой статус для того, чтобы в очередной раз блистать и принимать поздравления и овации. Это такие люди, поэтому им как раз-таки мы и об этом и говорим, о наших наградах, о наших конкурсах, о наших путешествиях. Очень важно звезде сказать, что раз в год, я надеюсь, мы сейчас будем возрождать наши традиции, пандемии закончились, дай бог, чтобы они уже и не начинались больше, что мы опять сможем устроить, ну, организовывать экофесты, потому что для звезды очень важно познакомиться с Юницким, сфотографироваться с ним, да, но это же тоже возможно в нашей компании, да, потому что сами фотографии, для него это тоже уже престиж, вот, поэтому мы об этом рассказываем в обязательном порядке, вот. Для гуманистов, рассказывая презентации, естественно, мы говорим о экологичности, о надежности нашего транспорта, да, то есть для него, потому что для него это очень важно, что есть всегда контакт с спонсором, с пригласителем, что мы всегда оказываем помощь в работе и ему лично, и его команде, его приглашенным людям, то есть для него это важно, и мы об этом ему говорим, что все это будет, да, ну, и рассказывая о транспорте, конечно, все качества транспорта, важность какая будет для людей, для планеты, для всего живого. Гуманисту очень важно, вот, что думают о нем, о его поступках люди, да, и также, когда он будет принимать предложение в проект, вступить, да, принять участие в проекте, ему очень важно, что о этом проекте, об этом проекте думают люди, думают, ну, окружающий мир, как его воспринимают, ему это будет очень важно, поэтому мы обязательно говорим гуманистам о наших выставках, на которых мы участвовали, да, какое впечатление в мире мы вообще производим, сколько делегаций посещают наши испытательные площадки, да, наш экотехнопарк и инновационный центр в Шарджа. Ему нужно подчеркнуть, что он будет сопричастен вот к этому нечто такое, вот то, что мы создаем такое нечто большое, грандиозное, и у него будет вот причастность к этому, да, он будет принимать в этом участие, будет его вклад в этом большом грандиозном деле. То есть для гуманистов это важно, об этом мы и говорим. Вот, ну, дипломаты, как мы говорили, цена и качество должны соответствовать, он будет это все проверять, это должно быть надежно, это должно быть функционально, это должно быть универсально, в принципе, как бы все, что в нашем проекте, все соответствует данным требованиям, да, он будет мониторить рынок, он будет что-то с чем-то сравнивать, он будет смотреть, сколько времени мы уже на рынке, что за это время сделано, как мы продвигаемся вперед, да, то есть это все очень важно, потому что если дипломат принимает уже решение, то для него должна быть это либо запланированная покупка, условно говоря, либо полностью проанализированная, и он принимает решение, что это абсолютно выгодное дело, что в этом принимать участие можно обязательно, да, поэтому, когда мы начинаем ему уже презентовать проект, то будьте готовы к тому, что он может заходить, посмотреть сертификаты, перечислить опытные образцы, может нам задавать вопросы, чем они отличаются, для каких нужд каждый из них может использоваться, а почему этот выгоднее, а почему вот этого, да, а почему вот на этом нельзя делать и то, и то, а почему его нельзя запустить и на тех, и на тех рельсах, почему надо было видоизменять, это выгодно или невыгодно, да, то есть это все он может задавать вам такие вопросы, поэтому нужно быть готовым на эти вопросы отвечать, он может задать вопросы о структуре нашего предприятия, технические характеристики нашего транспорта, да, В ходе того, что он может даже интересовать образование юницкого. Поэтому мы ему всю эту информацию даем, то, что мы сами знаем. Доприсылаем, добавляем. Потом, когда мы понимаем, что где-то на какие-то вопросы мы не смогли ответить, это тоже ничего страшного. Мы не можем все знать. Ну и плюс ему будут интересны вебинары Алексея Суходоева, Владимира Маслова. Мы ему их предлагаем посетить и говорим, где их можно найти, присылаем ему ссылочки. Вот. Дипломату это нужно для того, чтобы все это дело проанализировать. Вот. Поэтому, ну вот мы поняли, что нужно говорить. И теперь мы переходим уже дальше к следующему вопросу. как это говорить, как понять, что человеку нужно для того, чтобы ему это дать. И здесь нам уже поможет теория Алана Пиза. Он сам сетевик, он написал очень много книг по маркетингу. Он заработал в сетевой компании свой первый миллион. Вот. И он говорит, что если есть какие-то системы, которые работают, их не нужно изменять. То есть дословно никогда не изменяйте то, что уже успешно работает. Лишь заряжайте это. То есть там даже, по-моему, было слово турбо заряжайте это. Да. То есть добавляйте, добавляйте, добавляйте только энергию в этот процесс. Потому что процесс есть, он работает, его нужно просто понять. И поэтому как понять, что этому человеку нужно? То есть опять-таки, если мы уже даже поняли, кто перед нами, там звезда, дипломат или командир, или же мы еще не поняли, то у нас есть еще один, так скажем, инструмент, который поможет это выяснить. И вот Алан Пиз разработал такой метод. Метод называется метод четырех ключей. То есть первое, растопить лед, это то, о чем мы сейчас проговорили. Понять, кто перед нами и совершить вот этот первый контакт с ним правильный для того, чтобы у нас завязалось какое-то взаимопонимание, доверие друг к другу. То есть поэтому нам нужно растопить лед. То есть мы, в принципе, как бы о первом методе уже поговорили, да, что мы должны произвести первое впечатление сами. Мы должны понять, кто перед нами и понять тактику ведения разговора с этим человеком. Дальше, чтобы ему что-то предложить, то, как говорится, от чего он не сможет отказаться, нам нужно найти горячую точку, надавить на эту горячую точку и, условно говоря, получить обязательства от этого человека. Но я бы сказала даже просто дойти до сделки, да, заключить сделку. Так вот, чтобы заключить эту сделку, нам нужно найти горячую точку. То есть мы должны понять, а что человеку нужно вообще. И в этом нам поможет такое понимание, или, как сказать, понимание такого понятия, как основной побуждающий фактор. Что это такое? У каждого человека есть этот основной побуждающий фактор. Это та движущая сила, которая мотивирует и ведёт нас, ведёт вообще нас что-то делать. Иногда она нас подталкивает, а иногда жёстко заставляет действовать. И у каждого человека основной побуждающий фактор разный. У каждого свой. Он может у кого-то совпадать, но стопроцентно мы не можем знать, пока мы с человеком не побеседуем. На первый взгляд мы не можем понять, что человеку нужно больше всего. Потому что, по большому счёту, мы, приглашая человека в проект, предлагая ему заработать, он пойдёт, если у него действительно есть что-то, на что мы поможем ему заработать, он потратит это деньги. То есть, допустим, если у него всё есть, у него хватает денег, ему не нужен наш проект. Он скажет, да мне ничего не надо, у меня всё есть, у меня всё хорошо. И поверьте, такие люди тоже есть. Есть люди, которым действительно чего-то не хватает. У кого-то не хватает финансов, они работают, 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 но у них всё равно не хватает финансов на все их мечты, на все их желания. Да, необходимо желать, но им хотелось бы ещё какой-то дополнительный доход. Кто-то вообще хочет быть финансово независимым, вообще. Не хочу быть зависимым от родителей. Вот я молодой, но я хочу выйти из-под контроля родителей как можно быстрее. Кто-то хочет собственный бизнес, но он не хочет работать по найму, я поработал, попробовал, мне не нравится, я хочу открыть свой собственный бизнес. Но мне нужен какой-то капитал, у меня пока нет его. И мы тогда говорим, вот, ты можешь здесь заработать, и мы сейчас тебе расскажем, как заработать этот собственный свой капитал. То есть когда мы понимаем, что именно человеку нужно, мы тогда ему это и предлагаем. Проще всего вообще взять список, основной побуждающий фактор, и показать. Если уже человек пошёл с вами на контакт, на беседу, как в виде даже игры, а ну давай, скажи, пожалуйста, вот что тебе больше всего в жизни нужно, ну, допустим, давай из этого списка. А список мы подобрали специально, там гораздо больше предлагается вот этих факторов. Да, а мы подобрали как раз то, что, ну, вот я подобрала для вас, то, что, в принципе, даёт наш проект. Вот всё, что здесь в списке написано, можно получить, сотрудничая с нашим проектом. Дополнительный доход, да, финансовая независимость, да, собственный бизнес, да, свободное время, личностный рост, помощь другим, новые знакомства. Это вообще для наших гуманистов вообще выше пилотаж. Желание поменять работу, да, уйти с одной и начать зарабатывать по-другому. Оставление наследства своим потомкам. Да, конечно, это наш долгосрочный период, да, заработок в долгосрочном периоде. Это будущие акции наши, будущие планеты, да, пожалуйста, мы как раз-таки заботимся о планете и как раз-таки, можно сказать, решаем сейчас вопрос будущего нашей планеты, да. То есть вот эти все побуждающие факторы, которые могут составить человека встать с дивана и пойти действовать, они как раз все есть, и всех их можно удовлетворить и получить, участвуя в нашем проекте. Поэтому дальше я покажу для новичков, кто не видел. У нас есть даже визитная, макет визитной нашей карточки с вот этим основным побуждающим фактором на обратной стороне визитки, да, чтобы даже поиграться можно со своей визиткой сказать, вот, ну-ка, давай скажи, что сейчас для тебя в жизни самое важное, да, что тебе сейчас нужно, чего тебе сейчас не хватает, да, прямо на визитке тут же мы человеку и оставим, да, и можем тут же по этой визитке и говорить, и презентацию сделать. И я хочу, чтобы вы понимали, что когда мы даже знаем человека уже давно, и мы видим его слабые места, мы видим его какие-то трудности, и мы понимаем, что сейчас я его приглашу, я сейчас ему все расскажу, вот я ему скажу, слушай, у тебя вот это, вот это, вот это, вот не очень хорошо, приходи к нам, и ты сможешь это все поправить. И мы вроде бы как из лучших побуждений бы это сделали, но очень важно понимать, что люди не любят, когда им указывают. Даже когда вы 100%, 120% правы, люди очень не любят, когда им указывают на какие-то недочеты их, и говорят, что вот тут он неправ, вот ты можешь делать вот так и так, когда им указывают, что нужно делать, да, вот тогда у людей может какое-то недоверие расти и все. Но они всегда, особенно эти люди, которые будут раздражаться на ваши указания, когда вы будете говорить, что им делать, вот эти люди считают, что правда только то, что они говорят, только то, что они думают, только это правда. Поэтому наша задача, выяснив основной побуждающий фактор человека, сделать так, чтобы он сказал, что ему нужно идти в этот проект, чтобы он сам принял это решение, не вы ему сказали, что с помощью этого проекта ты сможешь вот это, это, это получить, а чтобы он сам сказал, мне надо вот это, вот это, вот это и вот это. И да, я вижу, как ты мне рассказал, что вот это, и это, и это я смогу получить здесь. Но для этого его нужно вывести все-таки на этот разговор. На самом деле это своего рода коучинг, и это очень полезное занятие с человеком, на самом деле это очень полезное, потому что мы его заставляем еще раз свою ситуацию вот так вот вытащить, развернуть, разобрать по полочкам, понять, что здесь происходит не так, и что здесь можно исправить. Затем собрать все в кучку, то есть, знаете, как лего, переставить, сделать правильную цепочку, собрать и положить ее обратно, да, и начинать действовать. То есть, на самом деле, если мы уже сможем с человеком такой доверительный разговор завести, то ему от этого будет очень большая польза. Даже если он не примет наше предложение, ему будет очень большая польза от нашего разговора. Именно такого. Вот какого? С помощью пяти золотых вопросов. То есть, первое, мы выясняем его основной побуждающий фактор, ради чего он вообще встает утром и идет на работу или делает какие-то действия, либо готов подниматься и делать какие-то действия. И дальше мы сказали, вот что для вас важнее всего в жизни, да, это вопрос номер один. Он нам сказал. Дальше второй наш вопрос. Почему вы выбрали именно это? И вот представьте себе, если человек говорит, что ему нужен дополнительный доход. Это, наверное, самое такое простое, самое такое понятное, потому что это наш быт, и очень многие, очень большой процент людей стремятся именно к этому, чтобы был, ну вот давайте, дополнительный доход. Для чего? Почему вы выбрали именно это? Он говорит, потому что я хочу сейчас, вот у меня есть квартира, двое маленьких детей, а я хочу дом. Я хочу купить дом побольше или построить, или в кредит взять. Я еще сам не решила, потому что мне нужен дополнительный доход, и я тогда буду понимать, какая сумма дополнительная у меня каждый месяц приходит. И тогда я буду понимать, что я буду брать просто кредит, буду покупать сразу дом, буду в нем жить, выплачивать, да. Вот. Но я хочу дом, потому что у меня двое маленьких детей. Я хочу, чтобы была поляна, я хочу, чтобы там был газон, чтобы они с утра до вечера были на воздухе и росли нормальными, это самое, ну нормальными детьми, здоровыми, да. Они где-то в центре города, где даже негде нормально погулять. Я хочу, чтобы у меня была большая собака во дворе, чтобы дети росли вместе с собакой. Я хочу, чтобы жена ушла с работы, потому что ни дети ее не видят, ни я ее не вижу, потому что она точно так же, как и я, работает. Если бы у меня был дополнительный доход, то она могла бы оставить работу, заниматься детьми и хозяйством. Ну, самые, как сказать, человечные приземленные желания, да. Ну, а почему… И мы задаем третий вопрос. Почему именно это является для вас наиболее важным? Он говорит, ну как, почему? У меня дети будут здоровые, жена будет им уделять внимание. Я с этого дохода смогу выплачивать этот дом. Если у меня будет… Понимаете, кто-то говорит не только дополнительный доход, да, допустим, там и финансовая независимость. Кто-то хочет, ну, просто давайте будем брать большой дополнительный доход. То есть жене не надо будет работать, она будет хорошенькая, свеженькая. Да, то есть не получится так, что она прибегает с работы, и там потом еще пашет по дому, еще одну смену. Я с этих денег смогу выплачивать, допустим, кредит по дому, смогу что-то откладывать, чтобы мои дети получили хорошее образование дальше, вот в будущем. А что произойдет, если у вас не будет возможности получить это? И то есть мы ему только что сказали, что что бы ты хотел, он вдруг начинает визуализировать свою мечту. Мы ему говорим, почему для тебя это важно. Он находит важные моменты, которые… Вот он только что ее визуализировал, и потом он находит важные моменты, которые подтверждают ему самому, да, мне действительно нужно это. То есть вот она моя мечта, вот он себя уже почувствовал хорошо, вот он уже понял, что именно у него прям должно произойти. И тут мы говорим, а что произойдет, если у вас не будет возможности получить это? Мы как будто бы раз его выдергиваем из этой картинки, куда он уже погрузился, он уже видит этот дом, да, он уже видит этих детей, он видит эту большую собаку, которая бегает, он видит этот счет, на который он откладывает деньги детям на образование. И тут мы говорим, а если не будет такой возможности? Он говорит, ну так и проживем в этой двухкомнатной квартире, вот так детей потихонечку выпустим, и неизвестно там, как они пойдут. Сами пойдут пробиваться в жизни, потому что я буду понимать, что мне не будет хватать денег, не будет возможности, допустим, им помогать, или помогать им там в объеме, чтобы они получили хорошее, допустим, там образование какое-то. Ну, жена будет моя постоянно работать, там может быть еще и на двух работах, потому что дети чем старше становятся, тем больше надо. Ну, то есть, конечно, будет не очень хорошо, если у меня, если я не смогу найти этот доход, и не смогу идти к своей цели, не смогу идти к своей мечте. Да, то есть человек расстраивается. И почему это так вас волнует? Пятый вопрос. Почему это так волнует? И он начинает уже злиться. Ну, как почему волнует? Я же тебе только что объяснила, почему. Да потому что мне придется пахать, да мне придется еще на одну работу устраиваться, да мои дети не пойдут учиться туда, куда им хочется, а туда только, куда будет возможность. Да моей жене, может быть, тоже никогда в жизни не придется как-то на курорт съездить, а просто работать, 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 потому что мы перебиваемся с копейки на копейку. Значит, человек начинает злиться. И если он пошел на эту отрицательную эмоцию, это тоже очень хорошо, потому что что у него произошло? Он сам, во-первых, проговорил, что важно у него в жизни, для него сейчас важное. Он представил себе, что он это получает, да, что у него это есть. Он визуализировал картинку, он погрузился в свою мечту, как в исполненную. А мы говорили, чтобы мечты сбывались, нужно визуализировать себя уже внутри, представлять себе, что мы достигли своей цели, да. То есть он туда уже погрузился. Он там отметил важные моменты, когда у него это будет уже, то какие важные моменты в его жизни решатся, да. Потом он осознал, что если всего этого не будет, ему будет так же, как сейчас, а может быть, даже еще хуже. Вот он сам проговорил, мне надо этот дополнительный доход. И он для себя понял, почему это так важно для него. Вот этот процесс, вот этими маленькими вопросами. Может быть, я долго рассказываю, очень подробно. А это все происходит достаточно быстро. Но главное в каждую фазу человека погрузить. Вы сами для себя попробуйте, даже чтобы не кто-то вас спрашивал, а сами для себя, кто с этой техникой еще не знаком. Попробуйте сами для себя выбрать сначала основной побуждающий фактор и потом ответить на эти пять вопросов. Ну, вернее, первый вопрос, это мы выбираем этот основной побуждающий фактор и дальше четыре вопроса. Сами себе попробуйте ответить. И вы увидите, если вы прочувствуете и прогоните себя вот через каждую фазу, вы тоже поймете, так, надо мне начинать работать, надо мне дополнительную презентацию сделать, надо мне пару звонков сделать, надо, так, все, срочно, мне нужно еще три человека в команду активных, я начинаю новый виток, да. То есть мы сами себя тоже также можем побудить действовать, что-то делать. Потому что на самом деле есть две причины, по которым люди что-то покупают, условно говоря, покупают, да, люди что-то делают. Когда им это нужно, ну, просто вот жизненно необходимо, просто надо вставать и делай, потому что иначе никак. Либо когда просто очень чего-то хочется, да, то есть моя мечта, я очень этого хочу, я готов сделать все, что угодно, чтобы это получить. Поэтому наша задача именно выяснить их настоящую потребность или желание. То есть либо это потребность, либо это там бродиозное желание. Если мы сможем это выяснить в разговоре, мы всегда сможем человеку предложить путь, чтобы к этому прийти. Вот. Мы понимаем, что наша компания, она все-таки это не БАДы, это не крема, это не косметика, это не что-то, что нужно продавать, потреблять, и потом опять идти, опять покупать, опять продавать. Понимаете, это что-то другое. Мы продаем, ну, условно говоря, продаем, да, благо, благополучие, свободное время, хорошее настроение, образ жизни, потому что все это, все это нам даст тот доход, который мы получаем. Или хоть в краткосрочном периоде сегодня и сейчас, хоть в долгосрочном периоде, когда мы понимаем, что пойдут дивиденды, и мы сможем, вот это будет наш пассивный доход, и тогда мы уже сможем перейти на новый виток своей жизни, потому что чем больше мы портфель делаем, естественно, тем больше будет у нас потом доход. И мы будем видеть, что, я очень надеюсь, что все перечисленные побождающие факторы у нас будут удовлетворены. И мы скажем, но мне больше ничего не надо, потому что все это у меня есть. Поэтому я желаю, чтобы у всех это было. Ну и немножечко, буквально пару слов скажу о презентациях. То есть мы говорили, что если мы новички, мы сами презентацию стараемся не делать. Мы приглашаем либо на вебинар, либо на встречу со своим высшим спонсором, с человеком, который больше знает. Но всякие ситуации бывают, и бывает так, что нам приходится рассказать, потому что мы остаемся от этого с человеком, которому вдруг это интересно. Мы заговорили, и ему это интересно. И мы же не скажем ей, ой, нет, я не могу сделать презентацию, давай, я сейчас позвоню, мы через три дня встретимся с моим пригласителем. Нет, нам придется рассказывать, где мы, что мы, почему мы в этом проекте. Поэтому либо мы готовы презентацию используем, у нас в кабинете есть, открыли, показали картинки, но по картинкам, я думаю, мы все расскажем уже все. Но мы сможем рассказать хоть что-то о проекте. Самое главное – выстроить такую структуру. Очень важно, когда мы делаем презентацию, выстроить ее структуру, которая состоит из проблемы, решения, которые предлагаем мы, и возможность участия. Здесь помогают нам и лендинги, которые есть лично в кабинете. Это, можно сказать, электронная афиша, электронная брошюра, которая рассказывает. Это шикарная вещь, потому что там и живые ролики есть, все-все-все, прям вот брошюра. Изучите эти лендинги у себя в разделе «Партнером». Изучите их. Они на самом деле классные. И мы можем просто ссылочку на этот лендинг отправлять. И человек, прочитав, посмотрев ролики, все, он нажмет кнопочку «Зарегистрироваться», и он сразу автоматически окажется в вашей структуре. Главный лендинг взять из своего личного кабинета. И по нему тоже мы можем провести презентацию. Ну, естественно, ролики только с официальных каналов. Не надо собирать весь мусор по YouTube. Лучше открыть. У нас уже своего, ну, очень много. Очень. Ну, и, конечно, используем всю нашу литературу, атрибутику. Пускай всегда у вас будет ваша ручка. Пускай всегда у вас будет запасная ручка. Обращайтесь. У нас все это есть. У нас есть макеты вы в своих регионах. Можете сами напечатать, можете что-то заказать. По Европе вообще без проблем. Мы присылаем со склада. Вот. Делайте свои визиточки. Да, то есть, когда у нас есть атрибутика, это тоже говорит о нашем профессионализме и о статусе нашей фирмы, нашей компании. Да. Вот. Если же мы человеку, вот просто рассказали человеку, где мы и что это за проект, вот прям совсем никуда мы его не приглашаем, то этого достаточно. Да. Вот мы рассказали о себе. Если же мы приглашаем все-таки человека в свою команду, то, конечно же, мы говорим ему об инвестиционных возможностях. Вот. Вот показываем, какие у нас есть условия вообще финансирования проекта. Ну, а если перед нами сетевик, то, естественно, мы ему 100% предлагаем бизнес. Но бизнес мы можем не только сетевику, конечно. Да, есть люди, которые ищут новые маленькие бизнесы. Вот. То есть, если мы уже приглашаем человека в бизнес, то, конечно же, мы знакомим его и с маркетингом, и со всеми возможностями заработка. Все зависит от того еще, с чем мы сюда пришли, зачем мы сами сюда пришли, и как мы это будем передавать, транслировать дальше. Еще есть одна такая интересная вещь, когда вы рассказываете, что вот здесь можно так и так и так и так. Очень часто бывает, что вы рассказываете людям, что здесь и как можно сделать, и как здесь это легко можно заработать, а при этом сами ничего не делаете, ничего не зарабатываете. Это тоже иногда чувствуется. Поэтому, когда вы приходите, вот доходите до вот этого момента, тогда вы говорите, у меня есть мой высший спонсор, который вот так, так делает, вот так зарабатывает. Я только новичок, я только начинаю, я еще не вникал, я тоже хочу этому учиться, давай будем с тобой вместе этому учиться. Будьте правдивы, если вы умеете уже зарабатывать, говорите, показывайте, как вы зарабатываете. Если не умеете, не нужно говорить, что я там встречаюсь, я провожу. А на самом деле это неправда. Не нужно, да? У нас много возможностей. Лучше расскажите все, как есть, и человек сам включится и будет работать. Да, лишний раз сам задаст какие-то вопросы. Вот. Ну, конечно же, когда мы идем на беседу, всегда просматривайте последние новости, особенно самое последнее, что у нас произошло, будьте в курсе событий, да? То есть мы можем рассказывать о том, как мы 15 этапов запланировали, что мы там делали на начальных этапах, но очень важно сказать, а вот сегодня у нас уже вот это, это, это и это. Очень важно. Поэтому просматривайте обязательно и в личном кабинете, и в чатах, куда мы там выставляем. Смотрите. Хорошо, когда есть какое-то печатное издание. Вот. И мой вам совет иметь при себе распечатанный список инвестиционных пакетов промо-акций и наших предложений, потому что это закрытая информация. Пока человек не зарегистрировался, он не видит этого. Если мы ему открыли свой кабинет и показали, он забыл это. Он не увидел разницу между пакетами. Он не смог высчитать, какой пакет самый выгодный. Поэтому, если вы распечатаете листочек и оставите ему после разговора, он еще несколько раз еще на этот листочек посмотрит. Может быть, он на нем там что-то попишет, где-то что-то сопоставит и поймет, да, действительно, очень хорошее, выгодное предложение. Очень важно оставить список наших предложений человеку после нашей беседы, чтобы у него остался. Поэтому продумайте это, сделайте такую распечатку, да, потому что, еще раз повторюсь, это закрытая информация, пока человек не зарегистрировался, он ее не видит. Вот. Ну, естественно, можно распечатать наш там маркетинг-план, какую-то схемку, да, какие-то промо-акции, там, или условия конкурса, которые вот сейчас у нас тоже есть. Это тоже может, ну, заинтересовать человека. Вот. Что с одной стороны мы даем свою информацию, а с другой стороны у нас на обратной стороне у нас основные побеждающие факторы. Поэтому можно прям вот так показал, смотри, знаешь, знаешь, что для тебя самое важное? А вот посмотри, а вот выбери, а как ты к этому идешь? А делаешь ли ты что-то для того, чтобы к этому идти? Да, можете с ним в эту игру поиграть немножко. Вопросы, можно, разные. Те пять вопросов, которые предлагает Алан Пис, они просто ключевые. Вы же можете по-разному варьировать ими. Да, главное человека погрузить, он скажет, что ему важно, погрузить его в эту среду, в эту мечту, вот, и показать ему, как ему хорошо, когда он об этом мечтает, и вернуть его в реальность. И он тогда не захочет с ней прощаться, да, поэтому вопросы тоже можно варьировать, но главное вот этот вот смысл. Ну, и вот хочу показать, у нас есть, допустим, маленький А4 флайер, который втрое складывается, он уже один, дает массу информации, по нему одному можно провести шикарную презентацию, поэтому, пожалуйста, смотрите, что у нас есть в личных кабинетах, обращайтесь к своим спонсорам-пригласителям, обращайтесь лично ко мне, и вы можете получить всю эту литературу, потому что вот у нас есть корпоративные наборы, которые можно заказать, у нас есть большие баннеры, которые, вот как у меня за спиной, да, можно заказать такие, в офис поставить, кто в офисе, в офисе, кто офисе открывает, потому что по одному такому баннеру, вот, например, как второй, по средний баннер, да, вообще, пожалуйста, тоже вся информация, можно целую презентацию провести, вот, поэтому обращайтесь, обращайтесь к своим спонсорам, приходите к нам в проект, кто еще не пришел, включайтесь в работу, кто еще не включился в работу, потому что мы сами прекрасно понимаем, что приближение финала будет тем быстрее, чем больше у нас будет команд, и чем активнее мы будем работать, мы прекрасно понимаем, что осталось уже совсем немножко, мы уже практически на финишной прямой, но проект достаточно, так сказать, финансово, ну, потеряла слово, недешевый, поэтому понимаем, что работать нужно много, для того, чтобы прийти, чтобы наша компания пришла к успеху, нужно, чтобы каждый из нас внутри этой компании тоже целенаправленно шел к успеху, поэтому я желаю вам, чтобы ваша дорожка к успеху была все-таки удачной, может быть, не очень ребристой, если будут препятствия и ступеньки, то понимайте, что это дорога вверх, дорога к успеху, она все равно дорога вверх, даже если это ступеньки, какая-то ступенька выше, какая-то ступенька ниже, но это дорога вверх, поэтому желаю вам сил прийти к своему успеху, чтобы ваши цели были достигнуты, чтобы ваши желания были исполнены, и буду очень рада, если этому будет всему помогать все-таки наш проект, потому что вместе мы сила, и вместе мы можем добиться очень многого. Желаю вам хорошего вечера, я благодарю вас, что были со мной этот вечер, всего хорошего, до новой встречи, и благодарю.